Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на моем канале, вы найдете много интересного для себя. Всем приветствую, привет! Меня зовут Ирина. Заранее благодарю за подписку, за комментарии, за лайки, за просмотры. И я сейчас делаю соцопрос, перекличку. Кто хочет, чтобы я запустила акцию на бесплатный расклад от меня. Поэтому оставляйте комментарии под этим видео. И по количеству запросов я уже буду смотреть, стоит ли эту акцию проводить. А сейчас у меня будет расклад на тему, что ваши недоброжелатели говорят о вас за вашей спиной. Давайте посмотрим, что же о вас говорят ваши недоброжелатели. Недоброжелатели, такие люди, конечно, которым они имется, когда у кого-то что-то получается. Даже если у вас сейчас в жизни что-то не складывается, все равно люди вам завидуют. И вам кажется странно, почему вам завидуют люди, чему завидовать кажется, а нет. Для других что-то у вас такое есть. Возможно, ваша какая-то черта характера, как вы справляетесь со своими трудностями. Люди на вас смотрят и понимают, что они так не могут, как вы. И уже для них есть повод для зависти. Вот так вот. Когда видят, что вы можете из каких-то тяжелых жизненных ситуаций выходить победителем, скажем так. Когда можете из пепла возрождаться, с колен подниматься. Люди, конечно, смотрят и... Ну, они недоумевают, да, вот этой вашей живучести, этой вашей способности пробиваться, как бы вас ни били, да. А вы все равно... Мене бьют, а я и добрый, да, как-то кажуть. А вы вместе с этим, вы все равно сохраняете в себе какую-то человечность, какую-то доброту, что вы не опускаетесь. Вот уже хотя бы этому люди завидуют, понимаете. Так вот. Давайте сначала, что о вас расскажут. Коротко, что расскажут о вас. Да, действительно, в каких-то вы очень трудных ситуациях находились. Тут вообще и безденежь, и нищета кромешно, когда и есть дома нечего, да. В окна дует, из крыши течет, болезни. Тут страшные болезни, что-то с кровью. Возможно, онкология даже. Дальше. Безденежье, да, вот какая-то и неработы нету. Ну, здесь кромешный ад был просто. Но, как я вот сказала, вы из этого вышли победителем на данный момент. Вот, ну, как-то вы действуете сейчас больше в мужских энергиях. Более такая вы напористая сейчас. Действуете, вот идете к своей цели, больше вот как мужчина, что ли. Что я уже не буду ждать, да, когда мне там что-то с небом, манна, скажем, небесная упадет, когда мне что-то там привалит, в руки упадет. Вот, а вы решили уже действовать и сама. Как-то к вам пришло осознание, что. Ну, толку мне сидеть, что-то ждать от жизни, да, от людей, от мужчин. Потому что вы убедились вот по этим событиям прошлым, что никто вам не помогал. Ни друзья, ни какие-то родственники, ни мужчины. Как-то вы сама были, вот сама. И вы пришли к этому убеждению, что нет смысла ждать от кого-то помощи, да. И вы сами стали для себя этим человеком, который помогает. Вы сами для себя стали этим мужчиной, этим другом, этим помощником. Я и жнец, и дудец, как там говорят. Я и жнец, и еще там кто-то, и на игре дудец. Ой, на дуде игрец, вот так вот. Ну, вы поняли, да? Вот так вот. Так что же о вас говорят ваши недоброжелатели? Ой, ну такая, говорят, что вы сейчас прям вам палец в рот не клади, по локоть откусит. Прям такая она уже стала уверенная в себе, защищается. Прям к ней не подойти, там ничего лишнего не спроси. Она сразу вот в позу становится, к себе близко не подпускает. А хотя тут со стороны людей попытки были, скажем так. Как-то вот вас пытаются люди, либо это о прошлом пытались как-то вас задеть, да. Как-то вот заклевать вас пыталось общество. Вот где вы находитесь, там либо соседи, либо родственники, друзья. Но неважно, здесь можно обо всем говорить. Тут даже, знаете, у кого-то эта ситуация могла везде проиграться. И с друзьями, и с родственниками, и с соседями. Как-то вот все, все как-то видели вас какую-то белую ворону. Ну и вот каждому, действительно, каждому, кому не лень, пытался как-то вас клюнуть, зацепить, задеть, как-то унизить. Вот, а вы тут оборонялись. Ну вы, собственно, уже и научились как-то, научились за себя постоять. Что сейчас вы действительно как-то более уверенной в себе стали. И люди как-то говорят, что уже к вам просто так уже у них не получится. Что вы можете и ответить. Дальше. Что еще говорят о вас недоброжелатели ваши? Ну они, конечно, видят, что вместе с тем вы человек довольно-таки тонкий, душевный, ранимый. Кто-то вот может из этих ваших доброжелателей, люди, которые уже вас давно знают. И они знают вас, когда вы еще вот раньше были такая вот ранимая, что вас можно было легко обидеть, как-то задеть, плакали, какая-то такая вот плаксивая была, что ли. Наивность у вас какая-то была. Здесь также говорят, что женщина творческая, каким-то творчеством занимается, как-то любит с детьми возиться. Возможно, работаете преподавателем, либо в школе, да, младший класс, либо в садике. Довольно-таки вас видят молодой, даже неважно сколько вам лет, люди вас видят, ваши недоброжелатели, что вы молоды. Так, что еще о вас говорят? Ну вот, рассказывают люди, что знают люди эти ваши недоброжелатели, вот, о какой-то вашей истории в личной жизни. Что у кого-то произошел развод, у кого-то была ситуация, что вы находились в отношениях с человеком, за которого хотели замуж. Вы очень не хотели этого счастья, прям очень много вкладывались в это, работали. Вы видели для себя этого человека, вот, действительно, как единственный в моей жизни. Вы только с ним хотели этого счастья, этой семьи, да, кто-то знает эту историю. И вот говорят, что разлука произошла, причем очень такая трагичная, что вот опять же с этой разлукой у вас как-то все в жизни полетело в тар-тарары, либо с этим мужчиной как-то связано, либо с этим периодом вашей жизни. Как-то вот все одно к одному, да. Вот же опять и дома что-то, возможно, какие-то пожары, разруха дома. Как-то и с работой у вас не клеилось, и с деньгами, и по здоровью. Здесь опять же может быть химиотерапия, обучение, операции, какие-то вот страшные манипуляции. И по здоровью вам пришлось пережить. Не сложилось у вас этого счастья, не сложилось, не срослось. Что еще о вас говорят ваши недоброжелатели? Да, ну вот опять же говорят, что вы сейчас прям такая вот взяли свою жизнь в руки, себя взяли в руки и идете по жизни довольно-таки уверенными шагами. Такая, некоторые считают вас манипулятором, что как-то вы научились вот, да, вот раздавать какие-то указания. Как-то вы себя так ведете, что командирша, одним словом, ты гляди какая, да, командирша стала. Контролирует все, да, чтобы было так, как она сказала, как она хочет. Все по ее, чтобы было. Так, давайте еще на одной колоде посмотрим, что о вас говорят ваши недоброжелатели. Знаете, что я вам скажу, в любом случае, если вам завидуют, значит какой-то вы успех имеете. Что-то у вас хорошо очень получается. Просто мы часто вот критически к себе относимся, да, как-то ругаем себя, занижаем свои какие-то достижения, занижаем себя как личность, свои черты характера. А люди же, люди же со стороны, со стороны же видно лучше, да. Поэтому, знаете, если вам завидуют, то в любом случае что-то вы такое делаете, что у вас это прекрасно получается, очень хорошо получается. То есть что-то люди вас такое видят, что дает им повод зависти, понимаете. Что-то вы такое делаете, как-то вы это делаете. То, что другие не могут делать. Другим это не подвластно, не под силу. Вот так вот. Поэтому всегда себе напоминайте. В какой бы вы ни находились ситуации, вот смотрите на своих этих хейтеров, радуйтесь, напоминайте себе. И раз у вас эти хейтеры в жизни, в принципе, есть, значит у вас что-то хорошо получается. А вы этого не замечаете. Вот и все, вот и все. Так, что еще о вас скажут ваши недоброжелатели? Ой, ну тут прям кто-то за вами следит, подслушивает даже вот под дверьми, знаете. Часто бывает, что вот дверь слабенькая и проходишь мимо квартиры, и прям очень хорошо слышны разговоры. И прям здесь видно, как человек вот стоит под дверью, под стенкой подслушивает. Но здесь в любом случае как-то люди за вами, знаешь, вот по злому за вами следят, вот как-то вот обсуждают, перетирают, вот с завистью какой-то. Что тут у вас кто-то из врагов, прям реально враги какие-то есть, прям завистники такие, что черноротые могу даже сказать. Кто-то из людей, знаете, из этих ваших недоброжелателей, на вас прям какую-то ненависть держит, хочет вам как-то то ли отомстить. Знаете, как наказать вас, как он считает, что вы с ним плохо поступили. Либо просто, вот знаете, из зависти, ему кажется, что вам это все достается незаслуженно, понимаете. Вот то, что вы сейчас имеете, в любом случае, не важно, что вы имеете, много или мало, но кажется человеку, что вам это упало действительно с небес, что вы этого не заслуживаете. Прям ненависть такая, вот я же говорю, черноротые люди какие-то, что вот да, вы какая-то вот исцелилась. Ишь ты, звезда какая она, ты смотри, выздоровела, вычухалась, на ноги встала, да. Так, что еще о вас говорят недоброжелатели. Да, какая-то вы вот отстранились, вы как-то себя сейчас ведете, что вы от этих людей вот стараетесь держаться подальше, как-то меньше контактировать, меньше с ними общаться. Вот даже у вас, если у вас что-то спрашивают, вы особо там в подробности не вдаетесь, да. Как это сказать? Кратко вот так вот отвечаете, да, нет, и все, и пошли по своим делам. Как-то вот так вот, что люди вас видят, что вы как-то как на расстоянии держитесь, ну в смысле как-то сама по себе обособлена. Это опять же касается соседей, друзей, каких-то родственников, не важно. В принципе, людей, да, вы как-то сторонитесь сейчас. Либо даже если вы поддерживаете какие-то дружеские отношения, опять же, это носит чисто такой формальный характер. Даже если встретились, привет, привет, и все, и пошли дальше. Как-то вы односложно отвечаете, вот так как я сказала, да, нет, нормально все, и пошли дальше. Вот не вдавайтесь в подробности о своей жизни, да, вот так вот. Ну кому-то здесь очень не хватает вашего общения, кто-то вот прямо очень злится на вас, что вы вот так вот отстранились. Кто-то обижается, кто-то вот опять же осуждает, что вы такая вот прямо отстранились, гордая стали, какая-то вот высокомерная, что ли. На контакт не идете, вот так вот. Здесь вот пошел мужчина, недоброжелатель конкретный, кто у вас тут есть. Да, вот как я говорила, кто-то вот считает, что вы с ним поступили плохо, да, как-то незаслуженно, и он на вас сейчас злится. Да, и вот рассказывает, что это действительно, это идет речь о мужчине, вот, прошлые ваши отношения. Когда этот мужчина с вами подло поступил, вот, вы с ним разорвали отношения, хотя человек не хотел с вами расставаться, и он и сейчас воспоминает, прям завидует вам, вот как вы расцвели без него. Он-то думал, что вы убиваться будете, а нет. И это его, прям, знаете, вот разъедает, вот. Возможно, даже он с кем-то вас обсуждает, какие-то, возможно, общие знакомые есть. Но человеку не верится, что это произошло, что вы это сделали. Дальше, давайте посмотрим на оракуле Дорины Верчи. Магическая сила вашего Ангела-Хранителя, что вам скажут в этой ситуации, что касается ваших недоброжелателей. Что вам скажут, что вам скажет Ангел-Хранитель, вообще Высшие Силы. Потому что эти недоброжелатели очень часто, конечно, жизнь портят. И мы не понимаем, да, что они от нас хотят, чему они завидуют, да, ну вот, казалось бы, чему можно завидовать в моей жизни. Так, что для вас скажут? Сновидения. Смотрите, кому-то нужно действительно поспать, отдохнуть. Вам во время сна восстанавливается ваша сила. Дальше. Если кого-то мучает какой-то вопрос, вы не знаете, не можете найти ответ. Говорят, что тоже обращайся к Ангелу-Хранителю, и он вам даст ответ в ваших сновидениях. Дальше. У кого-то говорят, что очень Вещие Сны. Прислушивайтесь опять же. Честность и Верность. Прекрасно. Карта вышла, которая называется Честность и Верность. Оставайтесь честными и верными, будьте честны с собой, будьте честны с другими. Оставайтесь верны своим каким-то принципам, какому-то своему взгляду на жизнь, да, как вы видите жизнь. Да, вот опять же, как я говорила, что люди завидуют тому, что несмотря на то, в каких вы ситуациях были, вы выжили, и при этом вы не сломались. Как-то вы сохранили в себе эту человечность, да, и вот карта подтверждает, что вы честный человек, верный, несмотря ни на что. И вам говорят, что и действуй так и дальше по жизни, сохранив эту в себе честность и верность, вот какую-то ангельскую чистоту. Еще одну. Достану карту. Родственные души. Здесь, смотрите, говорят, что какая-то у вас грядет встреча, встреча с мужчиной, который будет для вас как родственная душа, от которого вы будете получать вот эту вот поддержку какую-то, который будет для вас и другом, и мамой, и папой, да, вот все, что вам не хватало, какой заботы, он вам все это даст. Любовь тут какая-то вот действительно вот, знаете, вот как посланная небесами, этот человек будет послан вам небесами. Может быть, у кого-то сейчас эта встреча произошла, либо говорят о том, что кто-то хочет, да, такого человека, чтобы такой человек был в их жизни. Вот карта говорит, что верь в это, мечтай об этом, будет у тебя в твоей жизни такой человек рядом. Вот такой был сегодня расклад, что говорят о вас ваши недоброжелатели. Благодарю вас за просмотр и до встречи. Пока. 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 Пока.